азбука ру отечник николай добронравов участие клира мирян на соборе первых веков кто имеет право участвовать на церковных соборах одни ли только епископы или прочие члены церкви христовой конечно для решения этого вопроса немалые значения имеют исторические свидетельства о соборах пересматривая их мы видим что церковь никогда не ограничивалась участием на соборах одних только епископов собор всегда представлял так или иначе всю церковь иерархию и паству это требуется самим понятием о церкви как о теле христовом в живом здоровом теле не должно быть мертвых членов всякий член необходимо должен принимать участие в общей жизни организма страдает ли один член страдает с ним все члены славится ли один член с ним радуются все члены говорит апостол 1 коринфянам 1226 здесь выясняет эти слова святой иоанн златоуст святой павел предлагает заповедь иметь равное попечение друг о друге считать все случающееся общим во всем случающимся как приятном так и неприятном члена взаимно связано между собою часто когда пяту вонзится терн все тело чувствует боль и тревожится спина сгибается желудок и бедра сжимаются руки как оруженосцы и слуги простираются вперед и вынимают занозу голова наклоняется и глаза наблюдают с великую заботу и опять когда болят глаза то и все члены страдают все впадают в бездействие ноги не ходят руки не работают желудок не принимает обычной пищи хотя болезнь в глазах почему ты тогда умощаешь желудок почему покрываешь ноги почему обязываешь руки потому что они находятся в связи с глазами и все тело невыразимо страдает вместе с ними если бы они не страдали вместе то не нужно было бы и общего о них попечения и так помня сие будем все мы подражать любви этих членов и не поступать противно тому но если согласно приведенным словам апостола и их разъяснению данному вселенским учителем ни один член церкви не должен чуждаться живого непосредственного общения с братьями своими по вере то неужели можно отказать кому бы то ни ни было из верующих вправе участвовать в таком важнейшем отправлении церковной жизни как собор церкви нет в христианской церкви собор не был и не должен быть каким-либо собранием иерархов без клира без мирян вспомним об апостольском соборе в книге деяний ясно обозначается что на нем принимали участие в рассуждениях и решении не одни апостолы но также и пресвитеры 15 6 братья вся целиком церковь правда святой лука приводит речи только двух апостолов петра и иакова но несомненно в рассуждениях принимала участие и братья и это совершенно ясно открывается и слов 12 стих тогда умолкла все собрание и слушала варнаву и павла умолкла следовательно до того времени собрание не молчала речи как видно далеко не были согласными ибо лука говорит что по долгам рассуждения петр встав сказал однако братья не только рассуждала но и самое решение апостольского собора состоялась не без ее согласия тогда читаем мы в 22 стихе апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили избравший из среды себя и так далее поэтому и самое и самое послание апостольского собора начиналось словами апостолы и пресвитеры и братья находящиеся в антиохии сирии и килики и так далее вот первый собор положивший начало всем прочим на нем как видим братья или миряне непростые слушатели но живые участники рассуждений и премии апостолы лишь после всестороннего выяснения вопроса высказали свое авторитетное мнение которое как решающее и было принято всем собранием ближайшие к апостольскому времени соборы о которых сохранились исторические известия относятся к половине второго века но мы знаем что как в первом так и во втором столетии церковных делах принимали самое деятельное участие обыкновенно все христиане так избрание пастырей совершается в это время всею церковью что ясно видно из древнейшего памятника христианской письменности учения 12 апостол глава 15 и и створений мужей апостольских например святого климента римского святого игнатия богоносца и других равным образом осуждения и низложений пастырей также усваивается всем христианам о чем говорят например святой климент римский и святой поликарп смирнский вообще все чтобы не случилось в церкви ведал епископ со всею церковью при таком порядке вещей немыслимо чтобы на каком-либо соборе древнейшего времени миряне не принимали участие действительно евсевий в своей истории приводит отрывок из сочинения по всей вероятности аполинария иеропольского котором говорится что когда стала распространяться учения монтана то в половине второго века верующие начали часто и во многих местах азии собираться по сему случаю и исследовав новые учения объявили его нечестивым и отвергли как еретическое тогда преданные ему отлучены были от церкви и лишены общения с нею таким образом на соборах против монтанистов участвовали не одни только епископы но вообще верующие которые вместе с пастырями и изрекли осуждение ереси несомненно такого же рода были и те соборы второго века которые собирались по спорному вопросу о времени празднования пасхи евсевий говорит только об епископах составлявших эти соборы но это не обозначает чтобы на них не было никого другого древний церковный историк дает нам только беглое замечание об этих соборах не излагая подробно их истории что же удивительного что он упоминает только о главных их участниках предстоятелях церквей перейдем к соборам третьего века правление императора галиена в александрийской церкви стало значительно распространяться хилиастич хилистическое учение то есть учение о тысячелетнем периоде чувственных наслаждений святой дионисий александрийский старался всячески охранять свою паству от ложных воззрений этого учения между прочим святой отец описывает один так сказать домашний местный собор на котором шло рассуждение о хилиазме это описание может нам показать ясно каковы были соборы того времени поэтому считаем не лишним привести буквально слова святого дионисия быв в арсенойском округе в египте где издавна усилилась это учение то есть хилиазм до того что произошли расколы и отложения целых церквей я пишет святой дионисий александрийский созвал пресвитеров и учителей тамошних братьев поселян и убедил их присутствии желавших того братья исследовать помянутые учения всенародно тогда-то предложили мне известную уже книгу то есть книгу излагающую учение хилиастов будто какое оружие и неодолимую стену и я сряду три дня от утра до вечера сидел с ними стараясь разобрать ее содержание тут я весьма радовался видя основательность и любовь к истине внимание и понятливость братья мы предлагали свои вопросы сомнения и согласия порядке и с благопристойностью принятых однажды мнений не хотели защищать с упорством и настойчивостью если они не оказывались верными мы не уклонялись и от возражений но по возможности старались каждую из подлежащих рассмотрению мыслей разобрать глубже и доказать основательно не старались также переменить свой взгляд и согласиться с другими если требовало того рассуждения но добросовестно и без притворства с отверстыми к богу сердцами принимали то что подтверждалось доводами и изречениями священного писания под конец сам вождь и распространитель хилиистического учения по имени кораки он признался и засвидетельствовал перед нами слух всех присутствовавших братья что достаточно побежденный противными доводами он не будет вперед не держаться его не защищать не вспоминать не преподавать прочие же присутствовавшие братья возрадовались что это собрание примирила и привело к единогласию всех их вот один из соборов третьего века никто не исключается из участия на нем всякий свободно высказывает свое мнение нисколько не боясь что-либо потерпеть если его мнение окажется неправильным даются возражения предлагаются разъяснения нет упорства и стыда переменить свой взгляд если доказана его неправильность все воодушевлены одним желанием дознать и выяснить истину как поступал на востоке святой дионисий александрийский умер он 264 году так поступал на западе его современник святой киприан умер в двести пятьдесят седьмом году цитата самого начала епископства моего пишет карфагенский епископ я положил за правило ничего не делать по одному моему усмотрению без совета с клиром и без согласия народа действительно на соборах которые святой киприан созывал для решения вопроса о принятии падших имел большое значение голос клира то есть пресвитеров и диаконов и мирян принятие падших пишет святой киприан пресвитером и диаконом требует общего нашего священия и мнения поэтому я не дерзаю наперед судить сам и одному себе присвоить общее дело я сострадаю и соблизную пишет он также и народу о братьях наших которые не устояли против напора гонения о врачевать их может отеческое милосердие но при этом я думаю не должно спешить ничего не должно делать неосмотрительно и поспешно когда господь дарует всем нам мир тогда по возвращении нашим к церкви эти слова святой киприан писал во время дикие вагонения когда он как известно удалился из карфагена все будет исследовано в присутствии и по суду вашему молю пусть терпеливо вас выслушают совет наш и подождут возвращение нашего а когда мы по милосердию божию придем к вам то по созвании многих соепископов присутствие исповедников и согласно вашему мнению можно будет применяясь к божественному учению рассмотреть письма блаженных мучеников ходательства бывших упадших и их желания следующий цитата смиренно мудрия и учения и самая жизнь наша требует чтобы мы предстоятели собравшись с клиром в присутствии народа которому также за веру его и страх должна быть воздана честь могли распорядиться во всем по общему соглашению намерение святого киприана обсудить вопрос о принятии падших на соборе при общем совещании с клиром и мирянами было вполне одобрено римскую церковью которая признавала что только в таком случае определение относительно падших может получить законную силу столь важном деле писал римский клир карфангенскому епископу мы согласны с тем что и ты утверждал именно что прежде нужно дождаться мира церкви а потом уже составив общий совет с епископами присвитерами диаконами исповедниками и твердыми вере мирянами рассудить о деле падших ибо нам представляется весьма ненавистным и тяжким если немногие рассматривают учиненное по-видимому многими и если один произносит приговор когда столь важное преступление учинено как показывает дело при участии многих да и не может быть твердым то определение о котором будет известно что не было на него согласия большинства по возвращение святого киприана в карфаген после гонения деки был действительно для решения вопроса о падших созван собор и миряне действительно не оставались при этом совершенно безгласными напротив как говорит сам киприан они сильно противились принятию некоторых падших церковное общение чего мне стоит пишет святой киприан римскому епископу корнилью склонить к терпению наших братьев чтобы они умеревшие сердечную досаду согласились на принятие злых и на заботу о них они радуются и довольны когда возвращаются менее виновные и еще сносные люди напротив ропщут и противятся всякий раз когда возвращается в церковь люди неисправимые и дерзкие запятнанные прелюбодеянием или участием в жертвоприношениях и к тому еще надменные ибо таковых моду могут раскрываться внутри ее все добрые души едва убеждаю я народ даже силу и вынуждаю чтобы не противились принятию таковых конец стат точно так же и в римской церкви вопрос о падших решался не одними только епископами в двести пятьдесят первом году римским епископом корнильем для этого был собран как передает евсевий великий собор в риме из шестидесяти епископов а пресвитеров и диаконов находилась на нем еще больше также в одном из своих писем святому киприану корнили пишет что он заблагорассудил собрать пресвитеров причем находилась и пять епископов дабы составивший собор общим согласием определить что должно наблюдать в отношении тех лиц то есть новоциан огромным большинством народного мнения эти лица говорит корнилий были приняты в церковные общения когда в карфагенской церкви при том же епископе святом киприане поднялся вопрос о крещении еретиков то и в этом случае на соборах голос клира и народа имел не меньшее значение чем голос епископов из писем святого киприана мы узнаем что он почел нужным собравшего едино многих священников созвать и открыть собор что определение этого собора постановили весьма многие суепископы с присутствовавшими сопресвитерами что собранные определения утверждались общим мнением в частности о карфагенском соборе 256 года из сохранившихся его актов видно что на нем кроме 87 епископов присутствовало весьма много присвитеров и диаконов и великое множество народа вот нужны нам исторические свидетельства о соборах при святом киприане мы ясно видим что на этих соборах епископы всегда принимали во внимание мнение клира и мирян пусть голос последних клира и мирян был толп только совещательным потому что из приведенных нами выше свидетельств о соборах киприаного времени нельзя вывести с полной несомненностью что клиру и мирянам принадлежит на соборах голос решающий но во всяком случае епископы не определяли чего-либо такого с чем не были бы согласны клир и миряне святой киприан как мы показывали выше принимал падших лишь только убедив народ не противится принятию таковых не станем долго останавливаться на других соборах третьего столетия укажем что на собор против берилла епископа востры и аравии был приглашен знаменитый пресвитер ориген который обличил берилла вне православии убедил своими основаниями преклонил доказательствами поставил на путь истины и возвратил к прежнему здравому образу мысли тот же ориген на другом аравийском соборе опровергал гипнофизитов которые говорили что человеческая душа тотчас после настоящей жизни умирает и разрушается вместе с телом когда же тело воскреснет то и она снова оживет с ним конец цитаты против павла самосадского епископы собирались на собор вместе с пресвитерами и диаконами по свидетельству евсевия на соборе 269 года в антиохии несмотря на скрытность павла особенно опроверг и обличил его молхион муж ученейший начальник одного греко-софистического училища в антиохии за безмерную преданность вере во христа удостойны даже пресвитерство в тамошней епархии он-то вступил с павлом в премии и один из всех умел обнаружить мысли этого столь скрытного и обманчивого человека замечательно что в составленном на этом соборе послание против павла самосадского разосланным по всем епархиям за именами важнейших епископов составлявших собор следует упоминание о пресвитерах и диаконах и прочие епископы пресвитеры и диаконы ближайших к нам городов и народов и церкви божией возлюбленным о господи желаем здравия видим клир и мир ириан присутствующими и на соборах первой четверти четвертого века но к сожалению исторические свидетельства об этом слишком скудны так что нет возможности точно указать в чем именно выразилось здесь участие клира и мирян нам известно например что на эльвирском соборе 305-306 год кроме 19 епископов присутствовало 24 пресвитера диакона и миряне из актов собора видно что на заседаниях соборных пресвитера сидели как епископы диаконы же и миряне стояли решение давали одни епископы так как в соборных актах читаем цитата епископы вселенной сказали без упоминания о пресвитерах диаконах клире около того же времени именно в 316 году был созван собор в арилате арми состоявший из 33 епископов но на нем присутствовали и пресвитера с диаконами некоторые из них явились заместителями своих епископов и следовательно имели на соборе такой же голос как и епископы но иные явились без такого заместительства на неокесарийском соборе между 314 и 325 годами то есть на втором из принимаемых нами девяти поместных вместе с епископами присутствовали также и хор епископы которые как известно в начале четвертого столетия не были так сказать полными епископами потому что имели право поставлять только в низшие должности не выше подиакона вот и все исторические указания о присутствии мирян и клира на соборах начала четвертого века очень мало говорят они нам но во всяком случае основываясь на них едва ли можно думать что клир и миряне были только простыми зрителями и слушателями того что совершалось и говорилось на соборах вероятнее предполагать что хотя решающего голос принадлежал одним только епископом вследствие чего под соборными актами обыкновенно стояли одни только епископские подписи тем не менее клир и миряне не лишались совещательного голоса трудно в самом деле допустить чтобы из одного только любопытства являлись люди на соборы иногда из очень отдаленных стран как это нужно сказать например о соборе эльвирском мы дошли до эпохи вселенских соборов хотя в это время миряне уже не принимают такого деятельного участия в делах церковных как в первые три века тем не менее они не устраняются от этих дел совершенно есть твердое несомненно исторические свидетельства что клир и миряне присутствовали на всех семи вселенских соборах а следовательно не были удаляемы и из соборов поместных вспомним историю арианство как известно арий прежде всего был осужден на поместном соборе в александрии собор происходил в 321 году под председательством святого александра александрийского и состоял из 100 епископов египта мариота пентаполя и ливии но на нем было также большое множество пресвитеров и диаконов тогда-то именно в первый раз и обратил на себя всеобщее внимание известный диакон афанасий которому в это время не было еще и 25 лет от роду ясно таким образом что на соборе этом а следовательно и на других свободно давалось слово не одним только седовласым старцам но и молодым талантом хотя бы они носили столь невысокую степень как диаконская об осуждении ария на александрийском соборе было оповещено святыми епископом александром по всем направлениям особым окружным посланием оно было кроме епископов подписано и множеством пресвитеров и диаконов если теперь от этого поместного собора обратимся к собору вселенскому то и на нем также увидим присутствие клира и мирян евсевий кисарийский участник первого вселенского собора пишет что на этом соборе находилось множество епископов числом более 250 а сопровождавших их пресвитеров диаконов чтецов и многих других невозможно было исчислить но это не были одни только клирики здесь было огромное множество мирян как об этом прямо говорят древние церковные историки например сократ созамен геласий епископ кизический и другие на собор были допущены по свидетельству тех же историков даже язычники философы которые явились сюда чтобы поспорить христиан относительно их верования на основании арабских актов никейского собора предполагает что число лиц на нем присутствовавших доходило до двух тысяч известно что сам император константин почтил собор своим присутствием не епископы только вели рассуждения стоит вспомнить о знаменитом архидиаконе упомянутом уже выше святом афанасии что же касается мирян то на первом соборе они вели прения с языческими философами у геласия приведен один рассказ который для нас имеет немалые значения он рассказывает что один из языческих философов на соборе едко насмехался над христианским вероучением тогда пишет геласий один простой старец мирянин из числа тех которые прославились исповеданием веры во время гонений не перенес его гордости чуждой хитрости и всяких тонкостей не знавший ничего кроме иисуса христа и сего распита 1 коринфянам 2.2 он просил епископов чтобы ему дозволили вступить в беседу с философом людей дерзких знавших исповедника такая решимость расположила к смеху а в скромных возбудил опасения как бы этот старец пред человеком искусным в слове не оказался слабым однако же епископы не смели ему долго прикословить и дозволили беседа окончилась тем что простец мирянин обратил ученого язычника ко христу этот рассказ геласия показывает что миряне могли выступать на соборах со своими предложениями и заявлениями только с дозволения епископа но епископы как видим не были в этом отношении слишком строги и разборчивы не смели скажем словами геласия долго прикословить переходим ко второму вселенскому собору к сожалению мы имеем мало сведений о нем сократ сазамен феодорит и другие древние историки указывают что на нем присутствовала 150 епископов называют более известных из них по именам но ничего не говорят о клире и мирянах ценные свидетельства мы находим только у святого златоуста своей похвальной беседе о святом милитии антиохийском который как известно присутствовал вал на втором вселенском соборе но не дожил до конца его святой иоанн говорит что в константинополь на собор епископы церквей были созваны царскими грамотами тогда же и многие из многих мест стеклись туда последние слова дают полное основание думать что и на константинопольском соборе кроме епископов были многие другие лица больше сведением сведений имеем мы о третьем вселенском соборе так из деяния этого собора о главном его участнике святом кирилле александрийском мы узнаем что он явился на собор с огромным числом клириков египетских корабельщиков и азийских поселян это послужило для нестория поводом обратиться к императору с жалобой на кирилла и просить как он выражается составить законный собор но и сам не истории как сообщает сократ приехал на епиский собор с огромную силу народа император феодосий второй не присутствовал на соборе но прислал в епис двух сановников иринея и кандидиана обращает на себя внимание высочайшие грамоты врученные кандидиану для прочтения на соборе здесь от лица императоров феодосия и валентина говорится знатнейшему придворному сановнику нашему кандидиану повелена прибыть к вашему святейшему собору с тем однако же чтобы он нисколько не вмешивался в происходящее исследование о догматах ибо не принадлежащему к числу святейших епископов несправедливо вмешиваться в дела церковные а с другой стороны чтобы он как мирян так и монахов и собравшихся уже и имеющих еще собраться всячески отдалял от самого города ибо людей нисколько не нужных для предстоящего исследования догматов не надобно допускать чтобы они производили смятение и таким образом препятствовали мирным постановлением вашей святыми равным образом он должен забудется и о том чтобы по чьему либо требованию не был предложен совершенно посторонний церковный вопрос или от кого-нибудь не возникло предложение не относящиеся предлежащему рассмотрению святого учения прежде чем решены будут недоумения о вопросном предмете эти слова высочайшей грамоты говорят многое из нее мы видим что царские сановники заменяющие собой самого императора не имели на соборе такого голоса как епископы они посылаются государем главным образом для того чтобы не нарушался должный порядок на соборе видим также и то что на соборах иногда присутствовало чрезмерное множество мирян и монахов так что явилась необходимость удалять ненужных и незваных из них наконец грамота показывает нам что на соборе не запрещалось обсуждать вопросы не имеющие прямого отношения к главному предмету ради которого собор созван требовалось только чтобы такие вопросы обсуждались не прежде чем решены будут все недоумения о главном предмете после третьего вселенского собора церковь продолжала раздираться спорами вскоре возникла ересь монофизитская или евтихианство евтихий прежде всего осужден был на поместном соборе в константинополе состоявшимся под председательством константинопольского епископа с епископа лавиана в четыреста сорок восьмом году кроме тридцати двух епископов на нем присутствовало много клириков пресвитеров и диаконов в особенности тех из них которые были архимадридами монастырей самое осуждение евтихия было подписано на этом соборе кроме епископов также двадцати тремя клириками год спустя после собора в константинополе был созван в еписи известный собор разбойничий диаскор александрийский и варсума настоятель одного сирийского монастыря явились на него с громадным множество монахов пароваланов а также с большой толпою и всякого другого народа те бесчинства которые имели место на этом соборе побудили императрицу пульхирию издать перед четвертым вселенским собором на имя военачальника вифинии указ о котором повелевалось в котором повелевалось изгонять из никеи где сначала предполагалось созвать собор и из соседних к ней областей всех клириков монахов и мирян явившихся на собор без приглашения цитата некоторые пишет императрица в своем указе нахлоннувшие в никею клирики и монахи и мирские привыкшие возмущать и расстраивать богоприятное благочиние покушается призвести шум восставая против того что нам угодно поэтому мы сочли за необходимое отправить к твоей светлости это послание чтобы ты с полной властью и всячески изгонял из города и из самых этих областей как клириков проживающих там без нашего приглашения или без дозволения своих епископов будут ли то клирики находящиеся в этом чине или какие-либо отлученные своими епископами так и монахов и мирских которых никакая причина не призывает на собор цитата закончена отметим что в этих словах указа не запрещается присутствие на соборе всех без исключения клириков и мирян говорится только что не должно допускать тех из них которые не имеют императорского приглашения или епископского дозволения действительно на четвертом вселенском соборе в халкидоне кроме 630 епископов присутствовало великое множество и других лиц сенат и многие и иные высшие сановники присутствовали по меткому выражению профессора заозерского в малом виде все византийское государство ибо и сам император мэркиан со своей женой пульхерией посетил одно из заседаний собора из соборов имевших место в промежуток времени от 4 до 5 вселенских соборов нельзя не упомянуть о соборе 536 года в константинополе под председательством святого патриарха мины собралось немалое число епископов и не из одного только патриархата константинопольского были представители от римского папы а также от патриархов антиохийского и иерусалимского но на этом соборе присутствовал также весь константинопольский клир и множество мирян на соборе главным образом изобличали в монофизитстве незложенного константинопольского патриарха анфима и других еретиков в особенности оригинистов деяния этого собора говорят нам о самом деятельном участие на нем клириков что касается пятого вселенского собора то на нем кроме лиц священного сана присутствовали также светские замечательно прочитанное на этом соборе деяния поместного собора мопсуецкого бывшего 549 году эти деяния говорят что на собор кроме епископов митрополии были созваны все благочестивейшие присвитие также все благочестивейшие диаконы и подиаконы и чтецы святейшей церкви мопсуеста сверх того славнейшие военачальники трибуны царедворцы и просто достохвальные обитатели града мопсуеста например архитекторы ходатые по делам нотариусы и даже простые насильщики умерших все эти лица имели голос на соборе так как выступали с своими показаниями о феодоре но подпись под деяниями соборными положили только одни епископы то есть только они имели решающий голос на шестом вселенском соборе 680 года на всех заседаниях именно на 12 из 18 председательствовал сам император константин погонат число епископов доходило до 200 но кроме них присутствовали также 12 высших сановников империи и множество монахов на пятнадцатом заседании собора один монах полихроний сторонник монофилидства с позволения епископов сделал заявление что он докажет истинность своего учения воскрешением мертвеца несмотря на то что полихроний по свидетельству деяний шестого вселенского собора был детского сумасброда ума ему однако не было отказано совершить предлагаемый опыт отцы собора отправились к одной общественной бани куда было принесено на носилках мертвого тела полихроний положил написано им свое исповедание веры на грудь мертвеца шептал ему что-то в уши однако чудо не последовало этот случай говорит нам что отцы соборов не находили возможным оставляясь без всякого внимания даже таких заявлений клириков которым по-видимому не должно было бы придавать никакого значения о седьмом вселенском соборе должно сказать что от прочих соборов он не отличался кроме 350 епископов на него собралось множество иноков и прочего духовенства несколько сенаторов и других мирян не станем долго останавливаться на поместных соборах западных в эпоху вселенских соборов ограничимся лишь краткими замечаниями об них четыреста шестьдесят пятом году папа и ларий на собор в риме состоявшимся из сорока восьми епископов пригласил также весь клир всех пресвитеров и диаконов римской церкви из сохранившихся актов этого собора видно что предложение сделаны сделанные на нем папою например не удостаивать священных степеней второбрачных и женатых не на девицах принимались и одобрялись не только епископами но и пресвитерами потому что вместе с епископами и пресвитеры восклицали сие мы подтверждаем всему мы учим четыреста девяносто пятом году при папе геласии опять был созван в риме собор и на нем кроме сорока пяти епископов присутствовали пятьдесят восемь пресвитеров два сенатора и большое число диаконов и прочих клириков на тарагонском соборе в испании пятьсот шестнадцатом году кроме епископов и духовенства присутствовали верные сыны измерян архиепископ лионский воевенциол созывая в пятьсот семнадцатом году собор писал цитата мы допускаем присутствовать мирянам чтобы постановленное одними священниками мог признавать и народ также было и позднее например о четвертом 633 году и восьмом талецких соборах известно что на них присутствовали миряне латеранский собор 745 года при папе захарии составляли семь епископов 17 римских пресвитеров диаконы и весь клир были на нем и светские лица 769 году самозванного папу константина судил в риме собор из пятидесяти трех епископов но кроме них собор этот составляли также присвитеры и прочие клирики монахи и огромное множество народа из всяких сословий нам остается сказать о более известных соборах девятого в восемьсот сорок втором году в правлении императрицы феодоры был собран под председательством патриарха святого нефодия исповедника собор окончательно судивший иконоборческую ересь и установивший торжество православия по свидетельству одного современника пресвитера феофана на собор собралось такое множество что и исчислить нельзя конечно это были не одни епископы немного позднее на так называемом перво втором или двукратном соборе в константинополе восемьсот шестьдесят первом году кроме иерархов присутствовал император михаил кесарь варда много сановников и множество другого народа то же самое должно сказать и о соборе восемьсот шестьдесят седьмого года созванным футием в константинополе для осуждения злоупотреблений обнаружившихся в христианстве со стороны папства по свидетельству анастасия библиотекаря под актами этого собора значилось до тысячи имен как полагают ни одних епископов но и светских лиц высших и низших званий наконец восемьсот семьдесят девятом году состоялся собор известные под именем софийского это последний из девяти поместных соборов признаваемых православной церковью по многочисленности членов и внешнему блеску его уподобляют древнему халкидонскому на нем кроме епископов собравшихся в числе 383 мы видим также многих сановников и других мирян например на шестом заседании происходившем в царском дворце присутствие самого императора василия македонянина на этом соборе которым заканчивается эпоха семи вселенских и девяти поместных соборах соборов мы и остановимся и приведем все сказанное к одному знаменателю соборы не составлялись из одних епископов иначе они не представляли бы собою всей церкви нет на соборе никогда не запрещалось присутствовать клиру и мирянам иногда клириков и мирян было даже больше чем епископов на первом вселенском соборе епископы составляли только шестую часть всех присутствовавших но конечно с расширением пределов церкви и с увеличением числа верующих не все христиане получали возможность присутствовать на соборе присутствовали только избранные из этого для этого или те которые получали приглашение от императора как это видим из актов третьего и четвертого вселенских соборов клирики же и миряне являлись на соборе только с совещательным голосом с дозволение епископов они иногда принимали деятельное участие соборных рассуждениях вступали на них со своими предложениями и заявлениями как это было например на первом и шестом вселенских соборах но решение соборные постановлялись только одними епископами должен однако заметить что епископы не позволяли себе игнорировать мнений высказываемых клиром и мирянами как это видно из истории соборов при святом киприане наконец нельзя не отметить также и того что нередко перед большими например вселенскими соборами составлялись предвали предварительные соборы как перед первым никийским халкидонским и другими обыкновенно со в состав их входили весь клир и миряне такие соборы созывали например святой александр александрийский святой флавиан и святой мина константинопольские таков же был и собор мопсуецкий но древняя церковь не знала никаких тайных секретных комиссий составляемых из лиц епископом любезных в древней церкви церковное дело считалось делом всякого христианина тогда никому из верующих из верующих нельзя было бы сказать цитата тебе не дело до того как будет решен тот или другой церковный вопрос ты должен вполне положиться на своего епископа и людей ему близких угодных что они определят то и исполняй конец цитаты древняя церковь не забывала что уши народа бывают иногда святее сердец епископских по прекрасному выражению святого и лария пиктовийского что не все епископы суть епископы как говорит блаженный иронии нет ни одно епископство ни одна высшая иерархия хотя бы и с тайными комиссиями но вся церковь есть столб и утверждение истины 1 тимофея 3 15 поэтому совершеннейший собор не есть судилище одних только епископов